Шалом, дорогие друзья! Давайте идти дальше по нашей недельной главе Балак. Мудрецы задают вопрос такой интересный. Почему Всевышний, который сначала сказал Беламу не идти проклинать евреев, изменил решение во второй раз и не возражал, скажем так? И можем еще ответить вопросом на вопрос. Если Белам первый раз получил отрицательный ответ от Бога, почему же второй раз полез спрашивать? Говорят мудрецы, что там в тайниках души он очень хотел пойти. И он говорил, что Бог там скажет, как иногда говорят, все от Бога. На самом деле внутри уже как бы сделать вот так, как хочет он. Написано, в Талут написал потрясающие вещи. Из этого делается вывод, что по дороге, по которой хочет идти человек, вот по этой дороге и ведут его. Написано, я даю тебе каждый день благословение и проклятие. И ты выбираешь, что будет? Ты. Если ты действительно хочешь идти по выбранному тобой пути, такому-то, да, небеса поведут тебя туда. Даже если это дорога зла и проклятие. Потом говорят, откуда берется зло и проклятие. Человек выбирает. Человек обладает свободой выбора, на этом построен мир, это основа этого мира. Он выбирает свой жизненный путь, но потом у него есть ответственность за свой жизненный путь и за свой выбор. Потому что дорога может привезти не туда, если не сверяться ее с божественным компасом, сказали так бы прицеп. Но что произошло с этим опять ослицей к Беламам? Если рядом с вами происходят какие-то происшествия, которые раньше не происходили, странные просто вещи происходят, надо остановиться и понять, что это знак свыше. Ослица слушалась Белама всегда. Но и когда он увидел, что она заговорила, и там уперлась еще, он должен был подумать, что может быть, что-то не так, что это знак. А он что, бьет ее? И ему надо стремиться к цели погубить народ. Нам все равно, что дальше. Это дотроева куча к нас такой же важнейшей вещи. Бог говорит с нами каждый день обстоятельствами нашей жизни. Если мы будем с ним разговаривать, если мы будем говорить им о своих проблемах, рассказывать, как делиться с ним нашими внутренними переживаниями, обязательно он нам ответит. Ответит событиями нашей жизни. Опять ответит. Но не обязательно это будет так, как вы скажете. Во-первых, Бог часто просит то, что ему потом навредит. А во-вторых, у Бога больше знания нашей цели и прихода в этот мир. Но это будет диалог, который очень поможет и человеку, и вам на его душе. Попробуйте начать этот диалог, увидите, как это получается. И надо только помнить еще одну вещь. Сказаны великолепные слова Ари Ли, дедушка из Шполя. Он сказал, можно видеть видение Всевышнего, видеть чудеса и оставаться злодеем Беламом. Не всегда это должно к сердцу проникать. А вот то, что от Балака произошли и Рут, и Давид, и таким образом подняли его на поверхность того, куда он оказался, очень важная вещь, что вообще никому из нас нельзя терять надежду. Даже у потомков происходящих атаманов, написано в Талмуде, учили Тору в Нейбраке. Получается, что перешли в иудаизм правнук троцкого религиозного человека. Мало ли, короче, дорога к Шуве открыта всем. Есть еще очень важная вещь. Согрешил я, ибо не знал, сказал Балак. Ну, действительно, не знал человек. Мы знаем, что незнание не освобождает от ответственности. Это мы как бы усвоили. Но в данном случае немножко глубже. Белам пошел по недоброму пути. Пошел против воли Бога. Пошел проклинать Израиль. И на этом пути начались его беды. Ослица свернула там, дорога на ногу прижала там, все не так. И вдруг его глаза открылись. И он увидел, что ангела, стоящего перед ним с обнаженным мечом. Теперь он понял поведение своей ослицы и сказал, согрешил ангелу, ибо не знал я, что ты стоишь перед мной. А если не знал, почему согрешил? Вот никто не задумывался. Объясняет святой Ашлаг, великий праведник. Он согрешил тем, что не знал. Я не знал ни оправдания, написанного в духовном мире. Вообще ни оправдания. Придет человек в высшее мир, и станет ему ясно, что много законов он нарушил по ошибке из-за незнания. Ну, он скажет, я тут при чем? Он говорит, я не знал. Я говорю, как не знал? Никого это не интересует. А почему ты не слушал уроки? Почему ты не поинтересовался этой темой? Почему, 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 почему? И на эти почему написанном человека не будет ответа. Поэтому лучше сейчас, до 120 лет, пока человек жив-здоров, пока может это делать, надо посвятить немножко духовному себя. Потому что мир скоротечен, а духовный он вечный. Поэтому наши с вами уроки бесценны. Брахава и от слаха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова